Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня вместе с вами, ребят, мы продолжаем проходить игру под названием Battle Cats. Но прежде я хочу поделиться с вами полезной информацией, о которой, наверное, и так многие уже знают. Завтра, в пятницу, 3 марта, стартует наш Великий Катафон, который продлится 3 дня. С пятницы до поздней ночи воскресенья. Стартует он, наверное, где-то в час дня или в два по Москве. Я постараюсь, может быть, раньше, но думаю, не позже двух. И продлится, как я уже говорил, 3 дня. Так что запасайтесь хорошим настроением, запасайтесь вкусняшками, запасайтесь лайками, конечно же. И мы будем отрываться, как только можем. В общем, надеюсь, вы проведете эти 3 дня со мной. Ну а пока я хочу еще раз окунуться в это праздничное настроение и открыть праздничный комплект в честь большого количества игроков в игре Battle Cats. У нас проходит Уберфест, из которого могут выпасть очень много-много интересных котов. Мне уже один раз повезло, мне выпала вот эта вот богиня кошек, и сейчас, я надеюсь, выпадет что-нибудь еще. Выпала мне Метама. Кстати, говорят, Гао тоже очень-очень-очень крутой Убер. Что ж, может быть, мне повезет, и он сейчас выпадет. И да, все-таки Уберфест продлится немного дольше, чем я думал, и поэтому он будет в нашем Катафоне завтра. Так что, друзья, здорово-здорово-здорово, мы потратим целую кучу банок, откроем кучу капсул, увидим много классных котов, надеюсь, и сразимся с большим количеством новых боссов. Это будет здорово. Такс, ну потому что очень много челленджей появилось интересных, которые я пока еще не пробовал. Хотя нет, что-то я уже попробовал, но не все из этих челленджей мне удалось пройти. Такс. Ну, это, конечно, здорово. Новый Убер, но он не новый, друзья, это Посейдон. С Посейдона я уже видел, Посейдон у меня уже есть. Да, наверное, не надо было тогда открывать комплект и зарабатывать этого Посейдона, ведь я мог получить его сейчас, черт возьми. Лучше бы мне дали Зевса или Афродиту что-нибудь такое из этого комплекта. Еще один Убер! Да ладно, а кто это? Не Калуга, друзья! Ха-ха! У меня есть абсолютно все луги из этого комплекта, у меня есть все луги. Все шесть. Вот это коллекция, вот это я понимаю, здорово. Ну и походу больше ничего крутого не выпадет, да? Да, к сожалению, не выпало. Но все равно я рад, заполучил хотя бы одного нового Убера, и это здорово. Давайте его, может быть, активируем. Я не знаю, насколько Некалуга хорош, стоит ли его прокачивать вообще. Блин, хочется еще поюзать кошачью базу, но все это мы будем испытывать уже во время Катафона. Я к нему сейчас подготавливаюсь, поэтому видосов выходит немного, мне нужно немного времени отдохнуть перед таким жестким забегом. Так, ну давайте, естественно, я буду его юзать, потому что до этого у меня его еще не было. Да, это новый кот, пока я вкачивать его не буду, потому что, не знаю, может быть, мне понадобится опыт для прокачки более интересных котов. Так что пока не торопимся. Естественно, вот этого я продам, это миллион. Продам золотого кота, это еще миллион. В общем, здесь у нас на данный момент 6 миллионов опыта. Пока я перерабатывать своих котиков не буду. Просто пойду и попрохожу мир будущего. Было бы здорово сейчас пройти до конца его. Текс, 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 друзья. Текс, 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 текс. Там, кстати, остался у нас всего лишь один уровень. Последний босс. Не знаю, насколько он будет силен. Не знаю, кого нужно использовать, чтобы его уничтожить. Но он будет пришельцем, по-любасу. Поэтому давайте подготовим свое войско. Хм. Кого можно взять в эту решающую битву? Она будет очень сложной. Так, ну и давайте. Я, наверное, не буду кролика переделывать в кошку, потому что кролик замораживает пришельцев. Харябаса у нас тоже, конечно же, будет. Ммм. А знаете, что я подумал? Вы говорите, что Тесалан Посалан является убийцей боссов. Ну, его так, по крайней мере, многие называют. Что ж, я не знаю. Может быть, стоит его взять в этот раз с собой? Вот только вместо кого? Давайте вместо рыцаря. Все остальные мне понадобятся. Хотя, может быть, стоит еще и Ассалта заменить на кого-нибудь. На кого, например. Я даже и не знаю. Кошку свою новую я убирать не хочу. Хотя она и не прокачана до конца. Но мне кажется, она будет ничего. И говорят, еще Посейдон классный, если его вкачать. И Анубис. Хм, может быть, может быть, Анубиса вместо Ассалта взять. Я не знаю. Ассалт у меня до конца прокачан. Лучше его оставлю. Все, идем сражаться. Хочется увидеть этого последнего гиганта. Это будет опять летающая башня. Башка, я имею в виду. Я уже столько раз ее уничтожал. Либо это будет Сатана, который опять живет на Луне. Только это будет пришельческий Сатана. И самое крутое, что здесь можно использовать друзья кошачьего бога. И я обязательно этим воспользуюсь. Да, в последнее время я часто прибегаю к его услугам. Но это хорошо. И, наверное, не стоило мне, друзья, начинать так жестко спамить. Нужно немножечко бабосов подкопить. Я, конечно, буду пытаться сдерживать. Но этих крокодайлосов нужно как можно быстрее уничтожить. Стоп, 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 стоп. У меня нету просто котов, которые могли бы сдерживать. Наверное, нужно было спамить все-таки. Блин, нужно построить какого-то кота быстрее, чтобы он начал расправляться с пришельцами. Какой ужас, какой ужас. Это было жестко. Ладно, первая попытка, понятно. И как поступить? Как поступить? Нужно что-то такое построить. Ага. Может быть, стоит взять ринг кета? Только вот вместо кого? Он неплохой танк. Это как бы факт. Вместо кого его можно взять? Давайте сделаем так вот. Тогда у меня будет больше денег. И я быстрее смогу произвести какого-нибудь убера. Я давненько не использовал обычного кота. Возможно, даже сейчас для спама буду использовать трех обычных котов. То есть золотого, обычного и безумного. Может быть, из этого получится что-то эффективное. Я не знаю. Так, ну и намного быстрее деньги у меня прибавляются. Да нет, вроде бы. Хотя, что те умирают безумные коты, что эти с одного удара атаксы. Вроде бы пока неплохо. Ну что, посмотрим, посмотрим. Нужно накопить 4200 на производство масамунчика. Масамуна я построю первым. Это будет разумно, я думаю. Но опять... Ой, промазал кенгуру. Может все мне засрать. Ну, вроде бы, вроде бы, вроде бы. Что-то должно получиться, друзья. Если нет, то я в следующий заход попробую использовать ринг кота, который наносит немало урона, в принципе. И, друзья мои, он что делает? Правильно. Эх, отбрасывает и имеет много здоровья. Да не бей ты базу, не бей ты базу, подлец. Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, ну так нельзя, друзья. Надо по-любосу строить какого-нибудь танка. Нет. Так не получится. Слишком уж я понадеялся на простое решение этого уровня. Так не бывает, друзья. Ладно, сейчас возьму ринг кота. Хотя, я что-то тупанул. Нужно брать не ринг кота, а нужно брать выживальчика. Потому что он же против пришельцев эффективен, плюс замораживает. Что-то сразу я об этом и не подумал. Только вот вместо кого его взять? Наверное, придется свою кошачью богиню немножечко подвинуть, друзья. И оставить пока ее у нас в запасе. Потому что она не прокачана. Думаю, от нее большого толку не будет. Поэтому просто взяли выживальщика. Да, двигаемся вперед. Ух. Он неплохо убивает пришельцев. Он поможет заработать сразу кучу денег. В общем, все должно пройти хорошо. Так, ну я надеюсь, по крайней мере, на это. Давай, выходи. Ты сможешь многих сдержать. Я еще раз прокачаю свою базу. Битва обещает быть затяжной. И интересной. Так, ну что, убьешь ты крокодила один или нет? Придется тебе помочь спамом, наверное, все-таки, да? О, нет, смотрите-ка. Замораживает. Уже хорошо. Но, конечно, никого он не убил. Э, убили выживальщика. Что-то как-то я даже не знаю, как подойти к этому уровню, друзья. Ха. Ха-ха-ха. Ни одного крокодила не удалось убить. Если бы я кого-то убил, заработал бы денег за это. Но пока что-то как-то... Но зато замораживаю хотя бы кенгуру. Да умри ты, хотя бы один крокодил. Ну, пожалуйста, это будет здорово. Да, да, да. Вот это уже другое дело. Выживальщик все еще жив. Нормально, нормально, нормально. Масамуны, выходи, давай. Сейчас еще будет следующий выживальщик. Ну, в целом, смотрите-ка, с первой волной справились. Отлично, отлично, друзья. Все нормально. Плюс получается замораживать. Да. Ну и кто же здесь будет выступать в качестве босса? Уж больно интересно мне посмотреть. Что-то как-то не вовремя звонят. Ну, это просто наваждение какое-то. Будто бы в каждом видосе мне кто-то дозвонит. Ладно. Я не отвлекаюсь. Разговор был коротким. Поэтому мое внимание все еще полностью тут, тут в этой игре и в этой битве. Такс, ну давайте прокачиваться. Чем раньше мы прокачаемся, тем больше будет денег. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А вы-то не хотите погибать, да? Вроде бы... А нет, хотите, хотите. Все нормально. Санька, не переживай. Масамуна все еще жив. Масамуны вроде бы никто не ударил. Давайте построим теперь еще и Тагелана. Отлично. Пока все просто восхитительно. Хотя, наверное, нужно было пораньше кошечку построить. Но ничего, все равно денег у меня на нее хватит. Тагелан у меня есть. Осталось... Конечно, надо еще и спамить выживальщиками. Так. Ну, они опередили Масамуны. Масамуна прикрывают. А это главное. Кошечка появляется. Сейчас появится еще какой-нибудь выбер. Например, Хаябаса. Потом я построю... Эм... Богомута. Которого я безумно хочу прокачать. И все будет здорово. Такс, я уже довольно много сня... Ого-го! Почему? Я не хочу сражаться с Валькирией, друзья. Это же предательство с моей стороны. Черт побери. Это же... Это же моя любовь. Как же так? Почему пришельцы завладели Валькирией? Это же просто-напросто ни в какие ворота. Ладно, давайте построим его. Поможет он или нет. Нифига она разваливает нас. Вот это да. Хаябаса уже умер. Хотя Хаябаса не должен был умереть. Но она не сдвигается с места. В целом. Тагилан еще вроде бы ни разу не бил. Денег-то я зарабатываю здесь. Ну, просто невероятное какое-то количество. Хорошо, но враг может начать прорываться. Нам бы ее отбросить каким-нибудь чудесным образом. Добраться до базы и просто сломать базу. Вот это было бы здорово. Возможно, даже немного читерски с моей стороны. Немного подло. Но зато это победа. А главное здесь это победа. Блин, походу я и не справлюсь с ней с первого раза. Часто бывает так, что... Черт побери, первый заход у меня так себе. Нужно просто-напросто понять. Ну, я, наверное, могу использовать 30 банок в случае чего. Оп, Масамуны появился. И, в общем, получится, надеюсь. Если что, буду еще и Кошачьего Бога использовать. Давай, Тесалан-Пасалан, не умри, а? Ты умер. Даже ничего не успел сделать. Не знаю, друзья. Тесалан-Пасалан бьет больно, но практически никогда он не успевает никого ударить. Это жесть. Если бы я сражался с одной целью, да, он был бы крут. А так как врагов почти всегда очень много, он не успевает напросто ничего сделать. Ну, Масамуны сражается из последних сил. В последнее время он чересчур хорош. Но не погибай, Масамуны. Да, походу это, друзья мои, фейл. Ну, просто интересно узнать, сколько здоровья я уже ей снял. Блин. Как же жалко, что пришельцы забладели ее разумом и заставили сражаться со мной. Я, может быть, и не хотел бы ее убивать, но нет другого выбора. Я должен спасать своих котов. Как бы я не любил Валькирию, черт побери, котов я люблю больше. Да, друзья. Может быть, звучит это странно. Я... Возможно, даже мне кто-то и не верит, что я котов люблю больше, но это факт. Так, нам нужна крольчатина. Крольчатина пока нет. Ну, давай, хотя бы тебя построим. Успеешь хотя бы раз ударить? Ой, давай, тебя построим. Отлично, 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 друзья. Сейчас мы заработаем денег, когда Тагилан ударит. Давай, мы построим сразу кролика. И еще, черт побери, не все потеряно. Хорошо. Но, походу, все, друзья. Походу, это все. Использовать я пока бога не буду. Хочется посмотреть, сколько хп я снял. Да, друзья, она просто-напросто нас отбросила со своей пришельческой армией. И бьет она, черт побери, тысяч по 50, наверное, да? Либо кто это нанес столько урона базе? Ну, многому... 88%? Всего лишь я 12% я снял. Всего лишь 12. Вот это жесть. Вот это жесть, друзья. Офигеть. Всего-то. Я вроде бы бил ее, бил, бил, бил. Ну, давайте пробовать дальше. Ёлки-палки, как-то, как-то, как-то. Ой, давай-давай-давай-давай, как-то это не круто. Блин, куда ты бежишь? Бежишь-бежишь, не беги. Отойди, отойди назад. Получила один удар, но выжила. Слава богу, выжила. Ну, смотрите, мы сейчас все тупо начинаем атаковать уже Валькирию. Интересно будет посмотреть, сколько хп получится в этот раз снять. Масамуны, давай. Хорош, братан. Выходи, защищай кролика. Не бейте Тагилана. И она уже погибла. Не надо было ее так рано строить. Блин, у Валькирии-то еще дальность атаки охрененная. Я даже до нее достать-то толком не могу. Блин, может быть, нужно использовать каких-то других уберов. Возможно, каких-нибудь других котов для спама. Блин, даже не успеваю... Не успеваю ничего сделать. Все погибают. Она достает до них, а они до нее не всегда. И процента, наверное, полтора я ей снял или сколько. Ну, это дико, друзья. Это очень дико. Ха-ха-ха-ха-ха. Я знаю, как я поступлю. Я знаю. У меня уже есть план уничтожения этой собаки. Мерзкой. Так, так, так. Я буду использовать кошачьего бога, друзья. Без него, походу, никак. Давай. Фух. Не мог даже попасть по этой темной луне. Смотрите, я... Попробую задействовать помощь огромной армии котов. Да, да, да. Деньги, в принципе, у меня зарабатываются быстро. Сейчас просто-напросто наштампую целую кучу кроликов и масамуны. Интересно, что из этого получится? Надеюсь, что-то получится. И мы не проиграем. А то будет жалко потерять столько банок. Очень много масамуны еще. Очень много масамуны. Так, много денег. И что, все масамуны уже погибли? Ну, зато я могу наш спамить огромное множество обычных котов, пока денег нету. Тагилан пока будет вносить урон. Главное, чтобы враг не достал до меня. Такс. Давай, давай. Ну, че, неплохо, неплохо. Это все-таки последний босс, друзья. Або боссов что-то мне не хватает. Хочется построить, блин, этого. Еще одного масамуны хотя бы, а денег нет. Но зато я спамлю обычными. В этом-то тоже прикол есть, я думаю. Наверное, все удары масамуны, которые делает он, он вносит в цель. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Но это не точно, друзья. Очень не точно. Давай, 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 давай. Еще один масамуны хотя бы. И опять спамим котами. Да, они не добираются до наших основных орудий. Да ты, да, да, как ты добралась-то? Как ты всех масамуны уничтожила? Жесть. Сколько бы я котов не строил, все равно не получается сдерживать. Офигеть, блин. Но вроде бы поддержку мне этот бок оказал не маленькую, друзья. Не маленькую. Сколько снял я и хп в этот раз. Ой-ой-ой, мы должны ее пройти. В конце-то концов. Уже раз начал. Ой, еще и свиньи идут пришельческие. Черт побери, а. Все плохо. И Тагилан сейчас умрет, я думаю, да? Да. А если бы я настроил кучу не масамуны, а Тагиланов? Ха, что бы из этого вышло? У них дальность вроде бы побольше немного будет. Ну сколько я тебе хп снял? Ой, блин, 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 друзья. Очень жестко. Очень жестко. Надо что-то придумывать. Я пока не готов ее уничтожить, наверное. Подскажите, пожалуйста, как лучше использовать свои банки? Как лучше использовать кошачьего бога? Надо было ее отбросить, а я забыл. Ладно, ничего страшного. Мы еще вернемся. Ну а пока на этом все. С вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Завтра у нас Катафон. Не забывайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok